Диего Марадона Фанаты встречали чемпиона мира в футболках, масках и даже татуировках в его честь. На газоне болельщики установили надувную майку с номером 10, символ клуба «Волка» и даже надувное лицо Марадоны. Эпатажный 58-летний тренер выехал под овации фанатов на гольф-каре. В ходе презентации Марадон расчувствовался и произнес мотивирующую речь. Я не пропущу ни одной тренировки. Тот, кто не будет тренироваться, не будет играть. Обещаю вам, пока я здесь, эта команда будет примером для всех. Я не волшебник, но я люблю работать. Я люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом. И я так делал всю свою жизнь. Издание отмечает, на данный момент химнастия занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Первый матч под руководством Марадоны клуб проведет 15 сентября против «Росинга» из Авелье Неды. В Минске завершилась легкоатлетическая матчевая встреча между командами Европы и США, пишет BBC Sports. Почти 350 спортсменов из старого и нового света соревновались в 37 дисциплинах. В каждом виде программы выступили по 4 представители от Европы и по 4 от США. По итогам двух соревновательных дней сборная Европы набрала почти 700 очков, обойдя команду США более чем на 100 баллов. Среди победителей особо отличились британец Бен Уильям, занявший второе место в прыжках среди мужчин, и Бет Добин, пришедшая второй на дистанции 200 метров среди женщин. Прибежавшая третьей в забеге на 3000 метров британка Айлиш МакКоган поделилась эмоциями на своей странице в Твиттер. Отличная веселая гонка для сборной Европы. Больше недели тренировок. Была готова переключиться на тактическую гонку. Не отрицаю, сделала много ошибок, но итог порадовал. Последней гонкой соревнований была смешанная эстафета, в которой участвовали по двое мужчин и женщин из каждой команды. Дистанция первых двух этапов составила 200 метров, в третьем этапе легкоатлеты пробежали 400 метров, и в последнем этапе смешанной эстафеты спортсмены преодолели гонку 800 метров. Роналду никогда не постареет. В матче сборных Португалии и Литвы он выиграл соперников почти в одиночку, установив мировой рекорд. 90 голов в играх за сборные, пишет издание Give Me Sport. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду играл в стартовом составе на матче отборного турнира Евро 2020 против Литвы. Издание приводит интересные подсчеты. Для форварда Ювентуса эта игра стала 160-й по счету за национальную команду. По этому показателю он лидирует в истории своей страны с большим отрывом. На втором месте стоит Луиш Фигу, у которого 127 матчей за сборной. В игре сборных Португалии и Литвы отборочного турнира Евро 2020 тренер португальцев Фернандо Сантуш не страховался, как в Белграде, поэтому игру с первых минут начали звездные Криштиану Роналду и Жоау Феликс. Объединившись, они забили первый год, разыграв короткую стенку. Потом наброс Феликса прервала рука защитника, и уже после свистка арбитра Жоау взял мяч, но не для исполнения пенальти, а чтобы передать его своему капитану. Вот так вот буднично Роналду стал первым европейцем, забившим в матчах сборных 90 голов. К финальному свистку их стало еще на три больше, передает издание. В нее влюбился весь мир. Рея Новости Спорт рассказали историю советской королевы фигурного катания Людмилы Пахомовой. Пахомова совершила революцию в танцах на льду, стала шестикратной чемпионкой мира, собирала аншлаги на всех мировых аренах и ушла непобежденной в статусе королевы льда, пишет издание. Правда, в юности будущую олимпийскую чемпионку в танцах на льду считали бесперспективной, так же, как и подругу покойной Людмилы, заслуженного тренера Татьяну Тарасову. Нас с Милой когда-то переводили одновременно, все ниже и ниже, пока окончательно не свели к бесталанам, уменьшая время занятий на льду. В 1967 году Пахомова, будучи в ранге чемпионки страны, обратилась к Александру Горшкову, малоизвестному на тот момент спортсмену с предложением создать новый тандем. Нужно признать, когда Пахомова и Горшков стали выступать вместе, советские танцевальные дуэты значительно уступали зарубежным. Но уже через два года пара получила серебряные медали на мировом чемпионате. А в 1970 году они первыми из советских фигуристов завоевали чемпионское звание на первенствах мира и Европы. Всего под руководством Чайковская самая известная семейно-спортивная пара в 70-х выиграла дюжину чемпионатов Европы и мира. А триумфальным завершением спортивной карьеры стала первая в истории СССР золотой игры в Инсбруке. В 1976 году, заключает издание. СССР золотой игры в Инсбруке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова